Давайте, парни! Россия вперёд! Сейчас пойдёт у нас борьба. Бойцы команды Озон начинают в обороне, а у Экзе в атаке. Наши парни просто обязаны показать в атаке лучшую стрельбу, которую они только могут нам показать. Просто выложится на 800%. Если же они этого не сделают, они это сделают. Всё, других вариантов нету, просто нет. Нет, на откид ХАЕ. Залетает опенфраг, падает у нас в Эйзик. И здесь Аркада со стороны команды Озон. Парни просто идут аркадить своего оппонента. Они вообще ничего не боятся. Надо на момент. Будем смотреть, что будет в дальнейшем. Но пока что ничего не получается абсолютно в обороне у команды ООЭкзе. Лапа и Райден вдвоём против четверых. Аркада ещё за спину. Теперь 2 в 3. Пока что всё играбельно. Молодцы. Они прекрасно должны сейчас понимать, что Озоны будут давить их именно такой агрессией. То, что сейчас будет постоянная аркада абсолютно со всех точек. И то, что нужно играть максимально слаженно, максимально вместе, без каких-либо разладов. Но будем смотреть. Лапа. 73% здоровья потихоньку выходит уже под позиции тэшки. Есть, по ходу дела, по нему информация. Полетел уже дэмош. Но нельзя разделяться. Есть ещё один минус. Отлично! Отлично. Райден находит ещё один фраг. И ситуации 5 в 2. Ситуация уже 2 в 2. Лапа. Лапа и Райден. Райдена очень сильно нарейдили. В то время, когда двое фуловых игроков команды Таиланда. Есть информация по Дэвилу. Дэвил стягивается под позиции Аплэнта. Лапа в то же время уже пытается пройти сейчас на позиции КВ. Но, я думаю, здесь должны прекрасно понимать то, что перетяжка будет именно на позиции Асайта. И надо нашим бойцам поменять немного всё-таки страту. И выйти на Б. Но посмотрим, что из этого выйдет. Альфа! 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 Лапа! Откид Хае под миддл. Должен прекрасно сейчас понимать тайский боец, что это Хаешка. Явно ему не нужна. Но в то же время двое игроков Таиланда закрыты сейчас под позициями Аплэнта. А наши парни уже проходят под позиции Б-сайта. Хаешка залетает как раз-таки на перемычку. Заход имеется. И будет установлен фугас. 57% здоровья. Давайте, парни. Лапа и Райден. Дуэт команды AOXE против дуэта команды Озон. Команды Таиланда. Кто же окажется сильнее, пока просто непонятно. Лапа занимает очень опасную позицию. Но, тем не менее, он сейчас самый фуловый. Райден будет максимум холповать, наносить демеджа. Ну, убивать, если просто в спину поймает. Вдвоём пойдут. Вместе будут заходить через позиции. Минат 20 секунд остаётся на то, чтобы выбить двоих наших игроков и дефнуть бомбу. Никакой информации по Лапе нету. Нет, Лапа всё-таки падает. Остаётся один Райден. Пошёл Дефьюз. И сейчас Райдена просто будут закрывать. 1-0 за командой Озон. Но, тем не менее, в этом раунде, я думаю, бойцы команды AOXE показали то, что не надо пушить. В следующем раунде мы будем готовы. И так просто для вас ничего не получится. Так что будем смотреть, что парни покажут нам в следующем раунде. Но и в соответствии будем наблюдать за командой Озон. Как они будут действовать. Будет ли это агрессия с их стороны. Или же всё-таки парни выйдут в какой-то пассив. Но пока что мы видим, что они даже в атаке пытаются пушить своих оппонентов. Команда AOXE уже готова принимать. Но я думаю, что если сейчас Озон не остановится, то они должны ловить демеджа. Они просто обязаны отправляться один за другим в таверну. Вот и всё. Но смотрим. Агрессив закрывает выход на позиции Ланга. В этот раз Ланг не прожимается. Прожимается только площадь и тэшка. Но посмотрим, что из этого выйдет. Двое игроков закрывают всё-таки позиции. Ланга не надо. Не надо выходить под эту точку. Хаешка залетает на Ланг. Пошли пушить. Просто у Ашки уже в упоре. Есть информация по Лангу. Падает информация на мидл. Есть моментальный опенстрак. Падает у нас лапа. Зишка. Моментальный размен. Хаешка залетает под Зизи. Падает. Вейзик. Моментальный размен падает. Инфа по Лангу. Фрид. Фрид идёт пушить своего оппонента. Есть информация, что один под позициями Б-сайта. Три в три ситуация. Всё на равных. Парни просто обязаны сейчас ловить. Но там под песками находится ещё один оппонент. Дэвил будет чекать сейчас в пиксель. Есть. Есть информация у Фридоса. То, что на песках соперник откидка. И отлично. Ситуация три в одного. По агрессиву залетает Эмэш. 35% на Хелсбаре. Есть информация, что это Ланг. Это Ланг. Должны закрывать. Просто обязаны. Есть инфа. Полетел дамаг. Но здесь разводит со всех сторон. Просто пытается выйти на перестрелку. Но тем не менее отправляется в таверну. 1-1. Команда ОХЗ уравняла отсчёт. Фух, парни. Это что вообще? Молодцы. Молодцы в том же духе. Сейчас просто не терять концентрацию. Это ваша задача. Они обязаны это сделать. Но будем смотреть, получится у них это или нет. Да, туалы можно, ребят. Ну что ж, смотрим. Смотрим, что будет сейчас. Опять же аркаду мы с вами наблюдаем на позиции площади. Втроём игроки команды Озон выходят именно под эту точку. Один игрок находится под позициями Верх Кафе и Ланга. Как ребята отыграют сейчас просто непонятно. Но мы с вами наблюдаем то, что команда ОХЗ играет точно так же аккуратно. Они не лезут сейчас куда-то на рожон. Вытягивают хаешки из своего оппонента. Но, по ходу дела, информации по площади вообще нету никакой. Абсолютно. Падает инфа на миддл. Эдвин Стар попытается здесь как-то отыграть со своими дуалами. Но, в принципе, этот парень хорошо обращается с этим девайсом. Но, тем не менее, неизвестно, что будет в дальнейшем. Не надо выходить на миддл. Да, Вейзик должен был чекать сейчас Ленина. Но там в Тэшке находится оппонент. Да, есть инфа по Ленину. Это опенфраг. Отлично. Хаешка заходит в Тэшку. Но пока что разменов у нас не наблюдается. Игра на лонг. Фрид пытается выкурить своего оппонента из-за грузовика. Но падает инфа по площади. Фрид пытается выйти на эту позицию. Но ловит уйму дэмэджа. 10% бутритоса забирают. Зря. Зря был этот выход. Райден. 51% здоровья. Есть информация по площади. Врыв. Это размен. Падает инфа то, что это вверх кафе и низ кафе как минимум. Выход на миддл. Агрессив закрывает у нас. Пиксель и ловит пачку. Ситуация 4 в 2. Бойцы команды ОХЗ находятся в преимуществе. Есть информация о том, что как минимум двое игроков команды ОЗОН закрываются под позициями апплоинта. Надо уходить на б-сайт. Надо уходить на б-сайт и ставить фугас. Но я так понимаю, сейчас должны найти хотя бы одного или двоих игроков команды ОЗОН. Да, все-таки падает информация. Есть еще один минус. 4 в 1. Какой бомб-сайт будут занимать? Пока что не понимаю. Куда, ребята? Пойду сзади. Сзади просто выходит. Что происходит сейчас, парни? Это может быть эпик фэл! Райден и Вэйзик. Один против... Вэйзик. Андрюша. Сделай все правильно. Прошу тебя. Фугас установлен. Есть информация! Есть минус! 2-1! Это был валидол. Но я думаю, это был хороший урок для команды ООХЗ. То, что спина всегда должна чекаться. Сейчас про спину забыли, потеряли троих игроков в ряд. Это была огромнейшая ошибка. Но, тем не менее, счет на табло загорается у нас. 2-1. 2-1 для команды ООХЗ. Парни выходят вперед. Будем смотреть за дальнейшим развитием событий. Но я думаю, Озона уже прекрасно понимает, что сейчас Аркадий тем просто ни к чему. И в соответствии нашим придется выбивать. Но выбивать гораздо сложнее. Здесь закрытые. Они используют С5 и дуалы просто на каждом углу. Как будут отыгрывать сейчас бойцы команда ООХЗ, я просто не знаю. Но парни куда грамотнее меня в этом деле. Они прекрасно понимают то, что сейчас их будут закрывать со всех сторон. То, что будут С5, будут дуалы. То, что это уже далеко не открытая игра со стороны команды ООХЗ. Они сейчас будут сейвить свои позиции. И парни куда опытнее в плане геймерсов, чем я. Поэтому, я думаю, они найдут все-таки выход, как запушить своего оппонента. Но, тем не менее, против дуалов в упоре спорить очень сложно. И Эдвин Старр сейчас закрывается как раз-таки под позициями Песков. Есть выход на верхнее кафе. Вейзик чекает верх и низ. Но сейчас на верхнем кафе он может встретить своего оппонента. И это будет совсем неприятно. Но пытается пока что забросить какой-то фрифайер. Вейзик спускается все-таки под позиции кафе. Засмочили полностью мидов. Есть выход на Пески. Падает информация. Нашивка нужна хилпа. Нужна хилпа! Есть информация по Эдвин Старру. Но, тем не менее, это опен-фрак со стороны команды ОСОН. Залетает демэдж по двоим игрокам. Двое игроков. Рыдовые есть минус. Все пять в деле. Опять же размен. Зишка и Вейзик остаются вдвоем против четверых. Си и Вейзик. Вейзик находит голову двое рыдовых игроков. Ступки есть все-таки минус. Один в два. Один рыдовый. Но нет, все-таки Вейзик не справляется. Залетает минус. Это второй раунд в активе команды ОСОН. Два-два. Счет на табло. Все хорошо, ребят. Все хорошо. Все просто супер. Бойцы команды ОСОН сейчас, я понимаю, что они чувствуют себя не совсем прям так спокойно. Но, тем не менее, я вижу по их движениям то, что все у них прекрасно. Все хорошо. Смотрим. Смотрим, что будет в дальнейшем просто. Как сейчас парни отыграют. Играют опять очень саевого. Прекрасно понимают то, что наражен лезть не надо. Но, я думаю, все-таки против закрытой им стоит применить страту. Кишка плюс мидл. У них она очень хорошо получается. Но, как мы с вами видим, то, что четверо игроков команды ОСОН уходят под позиции лонга. Сейчас будет, скорее всего, заход на позиции бэплэнта. Ну, дайте, дайте нам камеру туда, плиз. Отлично. Есть все-таки выход на лонг. Агрессив попытается закрыться здесь на бэссайте. Модро с ОАшками. Мне кажется, этот парень здесь просто будет составлять уйму проблем. Но наши парни должны справиться. Заходит граната, триггер взлетает. Но этот триггер не настигает. И уход на мидл. Это ротация под позиции аплэнта. Просто красавцы разводят своего оппонента. Есть опенфраг. Дэвил моментальный размен, но ты хоронит его. И минус по железу. Ситуация 4 в 2. Установка фугаса под позициями аплэнта. Чек железо, чек мидта. Закрываются абсолютно все позиции. Давайте просто посмотрим за этим. Не надо, не надо лезть в открытую. Есть выход на мидл. Падает информация как минимум по одному игроку. Есть минус. Отлично. Зишка. Дабл келл. 3-2 за командой АОЭкзе. Отлично. Просто отлично. Ну что ж. Начало положено. Атака пока что идет хорошо. Но сейчас Аркада со стороны команды Азон. И команда АОЭкзе прекрасно это понимает. Они вновь играют в закрытую. Просто молодцы. Каждый раунд не начинается с Аркады. Они не привыкают к атаке своего оппонента. Они не привыкают к его стилю. Они играют всегда аккуратно. Каждый раунд. И здесь Азоны сами себя выдают. Потому что они сейчас выходят и начинают вести перестрелку в открытую. То есть сразу же понятно. Что это явно не будет закрытая страта. В любом случае. Но будем смотреть как парни сейчас проявят себя. Все таки здесь у команды АОЭкзе таймер начинает тикать. А вот команда Азон закрывается как раз таки под выходами с позиций тиспавна. И здесь будут огромные проблемы. Просто огромнейшие. Но тем не менее я думаю наши парни просто обязаны справляться. 3-2 счет на табло. Пока что демеджа не нанесли. Но я думаю здесь должны быть какие-то размены. Вот-вот в ближайшую секунду должны найти наши парни какие-то минуса. Есть выход под позиции Тэшки. Будем смотреть что покажет здесь у нас Вейзик. Есть выход. Есть выход на площадь. Я так понимаю сейчас всей толпой будут врываться именно под эту позицию. И Ленину там не зарправить. Ну посмотрим. Эдвин Стар, ловит по себе демедж. Двое игроков под позициями площади находятся. Есть первый минус. Имеет опен фраг от лапы. Отлично. Вейзик. Вейзик нужна хелпа сприт. Отлично. Есть минус и есть размен. Но Зишка. Зишка пока что у нас в деле. Забрасывает один минус. Моментальные размены на позициях. Меда один в два. Ситуация падает. Информация по Дэвилу. Это минус. И четвертый раунд в активе команды АОЭкзе. Так, ну что. Смотрим. 4-2. 4-2. Первая половина. Ребята, не за горами. Давайте. Давайте, ребятки. Бойцы команды АОЭкзе. Опять играют очень аккуратно. Опять играют точно такой же раунд. Но теперь бойцы команды АЗОН играют в закрытую. Они вообще никуда не выходят. Просто сидят. Я думаю, АОЭкзе еще секунд 30 точно могут пробыть спокойно на позициях респа. После чего пойдет передвижение. Но пока что не знаю вообще, что будет. Набросят ли они демеджа по каким-то позициям или нет. Есть выход на позиции Тэшки. Занимаются у нас пески с дуалов. Но я думаю, здесь будет совершенно неприятно контрить эту позицию против таких девайсов. Вэйзик. Тэшка. Выход на позиции мид. Нет, не на мид. Переключите нас на лонг, пожалуйста. Под лонгом трое игроков команды АОЭкзе на данный момент находятся. Вэйзик будет прикрывать спину, насколько я понимаю. Но здесь аркада вообще ни с какой стороны не наблюдается. Только под позициями Кишки находится один из оппонентов. Но пока что все стабильно. Откид Хаэ сейчас идет на позиции Песков. Но Хаэшка не настигает своего адресата. Будет выход скорее всего на позиции Б-сайта. Нужна халпа, как минимум четвертый игрок должен стягиваться на позиции Б-плейнта. И после этого атака. Но будет выход сейчас на позиции Песков. И зачекали. Зачекали своего оппонента. Отлично падает инфа, то что на песках Кухоря принимает. И есть заход. Есть минус от Фейсика. Размер моментально Зишка поддерживает его. Есть враг. Райден просто молодцом. Ну что ж, будем смотреть. Ситуация 2 в 2. Сейчас бойцы команды Азон просто обязаны сливать этот раунд. Дэвил остался один. Лапа и Зишка вдвоем. Дуалы в упоре на позиции Песков. И Дэвил отправляет нас отдыхать. 5-2 первая половина. Ну что ж, 5-2. Первая половина фури в пустыне. Бойцы команды АОЭкзе забирают ее. Смена сторон. Сейчас наши парни будут отыгрывать на обороне. Но это не значит то, что время расслабляться. Алексей, я не знаю, меня оно выдержит вообще или нет. А зоны должны сливаться. Цитировал Макс. Да, Павел. Да, именно так. Но я очень переживаю сейчас за ребят. Я приношу свои извинения. Дорогие друзья, где я кричу просто нереально жестко. Адреналины, эмоции сейчас меня переполняют. Я вижу кабинку наших ребят. Я вижу то, что они там общаются, что-то передают. И они выглядят такими спокойными. У них вообще никаких проблем на данный момент не возникает. А у меня просто внутри все перебирает. Вы бы видели, как тут прыгаем. Мы прыгали, когда забрали пятый раунд бойцы команды АОЭкзе. И я приношу еще раз свои извинения за то, что я порой просто перехожу на ультразвук. Ну что ж, дорогие друзья. Окей, let's go. Смотрим. Я закрываю сейчас чат. Я вас не буду видеть. И пообщаемся с вами чуть позже. Прошу прощения. От Кит Хае со стороны команды АОЭкзе. Они начинают точно так же очень агрессивно отыгрывать сейчас под позициями обороны. Но мне кажется, это совсем неправильное решение на данный момент. Лапа 100% здоровья в руках у А93 парной. И будет в уходе принимать уже выход на позиции площади. Но здесь бойцы команды Азон прекрасно понимают то, что скорее всего АОЭкзе будут играть также на агрессиве. И в соответствии не лезут. Просто абсолютно никуда не выходят. Они просто сидят под своими позициями. Хаешка на мидл. Но эта Хаешка не настигает своего адресата. Эдвин Стар пытается выйти сейчас на позиции площади. Но здесь находится у нас Лапа. Хаешка заходит под Фридоса. Есть опенбрак со стороны команды АОЭкзе. Лапа, Лапа, Лапа зачехал своего оппонента. Но сам спалился то, что он находится сейчас под позициями площади. И скорее всего Стэшки попытаются ребята как-то сейчас отстрелить Лапу. Как раз таки ему нужна хелпа. Ему нужна хелпа в любом случае. Но будем смотреть, что же все-таки будет происходить в дальнейшем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Посыпались, посыпались. Лапа, Лапа, Константин Грачев. Что ты делаешь? От Вейсика есть минусы. Агрессив остался в соло. Один против четверых. Но АОЭкзе прекрасно понимает. Не надо. Не надо лезть. Посмотрите, они сразу же уходят с позиции площади. Это признак. Это просто признак настоящих геймеров. Да, определил Максон. Теперь именно поэтому и решайте, кто из вас геймер, а кто нет. Нет, ну серьезно. Даже когда остался один, они не полезли его пушить. Они не делают недооценки противника. Они делают все правильно. Они прекрасно понимают то, что их оппонент может сейчас сотворить все, что угодно. И в соответствии его нельзя недооценивать и пушить вчетвером. Они просто закрываются под позициями апплинта всей четверкой. И в соответствии туда идет агрессив. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. 67% здоровья. Заход на позиции меда. Походу дело будет. Но слышит своего оппонента под апплинтом и падает информация. Агрессив стягивается на Б-сайт. Но я думаю, сейчас должна быть какая-то притяжка со стороны команды АОЭкзе. Лапа закрывает сейчас выход на железо. Но агрессив уже ставит фугас. И здесь трое игроков команды АОЭкзе. От наших далеко не уйдешь. Агрессив первая пачка пошла. Есть информация и далее минус. Шестой раунд в активе команды АОЭкзе. Счет на табло загорается. 6-2. Но и в соответствии наши парни берут еще раунд преимущества. И четыре раунда в общей сумме. Будем смотреть, что же будет происходить в дальнейшем. Как они отыграют следующий раунд. Будем надеяться, что семерочка отправится к ним в актив. Ну, дабы не сглазить. Смотрим, как будут отыгрывать бойцы команды Азона в атаке. Есть выход агрессивный. Причем выход на позиции площади даблкил. Это совершенно неприятная информация для команды АОЭкзе. Но парни закрываются под АПЛИНТОМ. И я думаю, они должны просто потащить. Я думаю, у них должно все получиться. Но будем смотреть, куда же все-таки пойдет перетяжка. Будет ли эта перетяжка под позиции АПЛИНТА или же... Под позиции БСАЙТА или же нет. Но что-то мне подсказывает, что здесь будет очень потно что-то. Четыре тайцев мне подсказывают, что будет потно как бы. ЗИШКА закрывается сейчас под БСАЙТОМ. Именно сюда идет весь костяк тайцев. Олег, живи! Олег, живи! Есть минус один. Но далее ХАЕшка под него заходит. И Фрид остается один против троих. Ну, Виталя, тебе такие фраги не привыкать вывозить. Есть информация на ЛОНГ. Забрасывает дэмэдж. Сотка на Хелсбаре. Падает информация, что это ЛОНГ. Закрывается под зелеными ящами. И здесь будет перекрестный огонь. Чувствую, у Фридоса будут огромные проблемы. В упоре в виде своего оппонента. Но здесь перекрестный огонь. И от него никуда не деться. Дэвил забирает своего соперника. И счет на табло загорается 6-3. Смотрим за дальнейшим развитием событий. Что покажут наши парни. Но пока что бойцы команды ОЗОН выходят на более агрессивные действия. Они просто не прощают. Под каждым сантиметром игровой площадки идет куш. Откид ХАЕ. В соответствии, сейчас крайне неприятно играть команде АОХЗ. В АЛАПе залетает дэмэдж. И будет ли это выход сейчас на позиции площади. Или будет дроп и далее уход на ЛОНГ. Пока что неизвестно. Но будем смотреть. В то же время ЛАПа 80% здоровья. Отыгрывая сейчас под позициями площади. Готовится принимать дроп с тэшки. Но там весь костяк команды Таиланда уходит на ЛОНГ. На ЛОНГе нужна халпа. Есть минус все-таки от МАДРа. Ну и в соответствии заход на Б-сайт у нас имеется. Ай-яй-яй-яй-яй. Дэвил лепит еще одну пачку. Вейзик будет закрываться в Пикселе. Пропускает своего оппонента. Есть выход у Ашки в упоре. Вейзик сбривает своего оппонента. Ситуация 4 в 3. Но тем не менее падает информация. Заходим на позиции Б-плейнта. Райден и Вейзик. Очень рудовые. С5 в деле. Райден находит своего оппонента. Ситуация 3 в 3. Падает информация по А-плейнту. По Б-плейнту. Есть выход на боковую. Нельзя забывать про спину. Вейзик пытается засеинить своего диммейта. Но у него это не получается. Райден остался один. Один против троих. Будем смотреть, как же парни будут отыгрывать в дальнейшем. Райден в руках у Ашки. Фугас установлен. Сейчас перекрестного огня поставить бойцы команды Таиланда просто не могут. Голова! Голова сверху! Есть хэдшот! Ай-яй-яй. Я думаю, настало время закрытой. Пора. Пора в закрытую отыграть, парни. Прямо самое время. Просто закрыться и сидеть. Не надо просто никуда пушить, парни. Пожалуйста. Два раунда. Два раунда. Давайте. Эдвин Стар. Сотка на холлсбаре. Чекает выход за спину. В то время, когда его тиммейты уже проходят потихоньку лонг. И, скорее всего, будет выход на пески. Но здесь Константин Грачев у нас находится со своими у А-93. Откит Хае на пески. И сейчас заход будет именно под позиции Б-сайта. Лапа, как нужна твоя холпа там? Боятся. Боятся пока что заходить. Есть минус Фрид. Фрид дабл килл. Красавчик. Фрид трипл килл. Виталия, что ты делаешь? Агрессив. Хвейзик находит минус. Агрессив остался один. Один против пятерых игроков команды АОЭкзе. И они прекрасно понимают, что лезьте. Не надо. Ну, не надо лезьте. К нам, пожалуйста. Хорошо. Ну что ж, смотрим. Агрессив будет выходить сейчас. А здесь Райден Максим. Давай, есть минус. 7-4. Счет на табло. Но это далеко не означает то, что можно расслабиться. Закрытая. Закрытая страта роляет. Надо играть по ней сейчас же. С5 со стороны Райдена. И по ходу дела вектор атаки определяется апплейнт. Но пока что неизвестно. Трое игроков находятся под позициями Ланга. Пошла перестрелка. Уж очень активно перестреливается там Фрид. После трех киллов немного поверил в себя. 45% здоровья у него остается. Принимает решение, что все-таки надо стянуться. И нужна холпа уже под позициями Бесса. Но посмотрим, будут ли парни как-то торопиться. Забрасывать туда всех игроков с позиции апплейнта. Или же все-таки нет. На миду. На миду находится игрок. Да, все-таки есть по ходу дела информация на мид. А нет. Просто кладется смоук. Просто кладется смоук. Здесь Райден отыгрывает. Сотка у него на холлсбаре. Проходит через мидл. И будет заход на позиции апплейнта. Граната полетела сейчас под заход. Но эта хаешка не настигает своих адресатов. Пока что по сотне у каждого из игроков команды Озон. Будем смотреть, что же будет в дальнейшем. Фрид закрывает пока что выход на лёльку под позициями Бесса. На песках у него есть еще один саппорт. Если что, через железо пойдет перетяжка. Но будем смотреть, что из этого всего выйдет. Модро пока что с ОАшками. Не торопится заходить. Дожидается отмашки какой-то от координатора его команды. Но будем смотреть. Да, все-таки Фрид зачекал своего оппонента. Хаешка полетела. Сейчас его просто забрасывают со всех сторон. И позиции апплейнта открываются. Но пока что проседают. Войси команда ОХЗ. А папа и Вейзика есть моментальные размеры. Ситуация 3 в 3. Можно потащить. Райден. 99% здоровья. Будет выход на мидл. Зря, зря. Вейзик так идет в открытую переделку. В упоре у Ашки. Но против них не поспоришь. Вейзик находит минус. Но ситуация 2 в 2. Райден не зачекал. Не зачекал. И Зишка остался один. Зишка один. Ну что ж, будем смотреть. Но здесь Олега уже принимает 1% здоровья. И это пятый раунд для команды Озон. 7-5 счет на табло. Уж очень грамотно сейчас Озоны развели команду ОВХЗ. Постоянно сидели, по сути, под каждой позицией. И накаляли. Один игрок сидел под кафе. Один под мидлом. И трое бушили просто лонг. И было непонятно, когда можно стягивать вообще хелку. Когда нельзя. Ну и банально просто где-то полезли на Рожону. Вылезли на открытую перестрелку. В соответствии за это похватились головой. Вейзик зачекал соперника на позициях меда. Но это скорее всего будет перетяжка именно на позиции Б-сайта. Но и в соответствии с этого Б-сайта парни просто будут пушить дальше. Ну а наши выбивать. Пока что летят хаешки. Давайте просто посмотрим за развитием событий. Что же все-таки будут делать. Модро. Крайне рэдовый парень. 2 хп. Ой-ой-ой-ой. Очень-очень опасно. Очень опасно играет. У нас сейчас парни Зишка. Это был очень агрессивный выхват. Ну что ж, смотрим. Заход все-таки имеется у нас под позиции Б-сайта. Пошла моментальная перетяжка. Есть минус. Зишка, Зишка. Даблкил. Фрид у него на подхвате. Ситуация у нас 2 в 2. Что будет дальше? Я просто не знаю. Оба рэдовые. Что Зишка, что Челюц. Что? Минус на Зи. Вейзик остался один. Есть пачка. 1 на 1. 1 на 1 против агрессива. Сотни на хелсбаре. Кто кого? Да, все. Агрессив зачекал и поставил пачку. Это 6-й раунд в активе команды Озон. 7-6 счет на табу. Хорошо, давайте начнем. Ой, ребята. Что они будут делать сейчас, я не знаю. Я смотрю прямо сейчас на них в кабинку. У них есть заготовка. Они готовы ее ввести на перестрелку. Но, тем не менее, неизвестно, как поведет себя Таиланд. Стрельба у тайцев выросла, конечно же, на смене сторон просто в разы. Они перешли на агрессивную сторону, где они просто начинают пушить все и вся. Но наши парни это прекрасно понимают. Прекрасно понимают это наши парни. И сейчас будет больно. Больно будет. Таиланд. Ну что ж, смотрим. Фрид, давай 5-8-20 голов и все, и хорошо. Есть минус от райда, но опен фраг залетает. Отлично. Смотрим за дальнейшим развитием событий. Не заходят. Они играют по-прежнему. Они играют точно так же из раунда в раунд под позиции Б-сайта. Фрид спрятался вообще окончательно. Хаешки полетели. И он хаешечку на заход. Есть информация по люльке. Фрид. От лапы есть минус. Моментальный размен падает. Информация все-таки по люльке. У Фридоса заканчиваются патроны. Это обидно. Заход на позиции Песков все-таки имеется. Нужна халпа. Нужна халпа. Срочно есть минус. Отлично. Ситуация 2 в 4. Агрессив. Агрессив попытается еще что-то сделать. Но пока что все вилами по воде. Дэвил у него на подхвате. Но демота было наброшено. Есть информация все-таки по агрессиву. Еще дамаг залетает. 69% у Фридоса. Фрид идет на перестрелку. И агрессив ставит по нему пачку. Везик находится сейчас на перемычке. Сотка у него на халсбаре. Ситуация 3 в 2. Пока что все играбельно для каждой из команд. Зишка 40% здоровья. Закрывается пока что под позициями плента. Будем смотреть что будет сейчас. От Дэвила пачка. Ситуация 2 в 2. Ну что ж. Будем смотреть что покажут бойцы команды ОХЗ от Райдена. Есть минус. Просто все чат пишем. Россия вперед. Дэвил остался один. 48% на халсбаре. Один против двоих. И это минус. Бойцы команды ОХЗ берут 8 раунд в актив своей команды. 8-6. Россия. Поехали. Прогруз имеется. Бойцы команды ОХЗ в обороне. Бойцы команды Озон в атаке. Смотрим как же все таки будет развиваться у нас атака. Куда парни будут направляться вообще. Пока что непонятно. Но здесь конечно Зишка. Как же без аркады на любимый банан. Ах ты Олег. Олег уже идет аркадить. Потихоньку выходит на банан. По нему есть информация насколько я понимаю. Но нас на него не хотят переключать. Ни в какую. Лапа закрывается под позициями сайта. Но здесь ХАЕшка под Зишку заходит. И я думаю Олег сейчас прекрасно понимает. Что такие аркады против команды Озон лучше не делать. Но будем смотреть как же все таки парни покажут себя в дальнейшем. Лапа сотня на халсбаре. Есть выход сейчас под позиции. Ланга. А нет прошу прощения. Не Ланга стрита. Там уже под позициями асайта начинается канонада. Но будем смотреть. Будем смотреть что же будет в дальнейшем. Сейчас главное то что под позициями Аплента находится всего лишь один человек. Два. И здесь закидывают гранатами. Находится еще один минус со стороны Эдминстара. И заход под позиции Аплента имеется. Ситуация 5 в 3. Крайне неприятная ситуация для нашей команды. Бойцы команды АУХЗ начинают немного проседать под своими позициями. От Райдена залетает минус. И фугас уже установлен. Ситуация 4 в 3. Пока что непонятно как же все таки отыграют наши парни. Смогут ли они что-то сделать или нет пока неизвестно. Но ситуация 4 в 3. Можно играть. Можно играть. И нужно выигрывать. Но будем смотреть. Судя по тому, как сейчас закричали тайские мои, так сказать, товарищи. То здесь произошло что-то нереальное. Ну вот, да. Собственно, я вижу, как наши парни уничтожают просто троих в ряд. Но здесь модро идет дебют. Он врывается. Врывает одного и второго. Это ошибка. Это была ошибка. Но тем не менее, я думаю, в следующем раунде бойцы команды АУХЗ эту ошибку пофиксят. Нет никаких аркад. С5 дуалы. Все в ход. Все в ход. Абсолютно все. Все для фронта. Все для победы. Другого варианта нету. Аркада на позиции БК. Не знаю, насколько это правильно на данный момент. Но тем не менее, я думаю, парни должны сейчас прекрасно справляться со своей задачей. Есть информация о том, что готовится выход на позиции Аплэнта. И Лапа готовит Аткид Хае. Также под стрит. Раскиды гранат полетели на пятерку. Лапа пока что отыгрывает под позициями Шарта. Все-таки пойти могут с любой позиции. Но тем не менее, будут ли парни иритироваться как-то на позиции Б-сайта или нет? Пока что огромный вопрос. Но там под БК находится. Если что, у нас Фридос. И Фрид может первым же делом отправлять своего оппонента отдыхать. Но посмотрим, что же из этого всего выйдет. Эдвин Стар. Вейзик. Вейзик закрывается. Ой-ой-ой. Какой раскид гранат сейчас под позиции Асайта. Это просто что-то невероятное. Столько Хаешек на пятак. Закидывали только респект. И в том легендарном матче. Да-да. Который мы с Германом не перестаем вспоминать постоянно. Ну что ж. Вейзик играет на сейф. Есть у него информация о проходе. Ну и сейчас Эдвин Стар отыграл очень грамотно. Если честно. То есть недооценивать соперника ни в коем случае нельзя. Будем смотреть за развитием событий. Что будет в дальнейшем. Еще кладется Смог. Но теперь вообще ничего не видно. Вейзику под этой позицией. Ну и можно спокойно проходить. Есть пачка. Вейзик. Смог. Красавчик. Залетает опенфраг на Дэвила. Посмотрим, что будет далее. Размен на зишку. Падает информация о том, что под позициями Кураба находится как минимум один оппонент. И перетяжка под Аплент имеется. Зачекали переход на позиции пирамиды. Вейзик. Вейзик. Есть информация от Фридоса. Есть минус на Модро. Лапа также перетягивается сейчас на позиции Аплента. Но за спиной. За спиной. Есть. Есть в коробе. Зачем? Бетон. Должны зажимать со всех сторон. Есть минус. Суаивный размен. Падает информация по пятерке. Фридоса. Стар полицатки. Хае. Есть минус. На пятерке. Один игрок. Один игрок. Команда. Это минус. Всеответный раунд со стороны команды АОЭКЗ. Один-один. Давайте. Давайте, парни. Мы с вами. Нет. Этот дым у нас не ведут. Ребята. Я только сейчас чекнул чат. Все. Я его опять закрыл. Просто в перерыве между раундом. Смотрим дальше. Смотрим дальше. За нашими парнями. Есть выход на короб. Но Фридос не зачехал сейчас этот выход. Но там хаешки полетели. Я думаю, прекрасно понимают, что делают сейчас бойцы-команды АОЭКЗ. Но если короб проспят, то будут огромные проблемы. Эдвин Стар готовит прокид. А в коробке уже оппонент. В коробке уже оппонент. И это будет больно. Не надо, Фрид. Не ходи. Он как чувствует. Чувствует, что где-то здесь. Где-то ты рядом же. Ну, прострели его через ширину. Ну, прострели. Ну, пожалуйста. Сделай красиво. Ножи. Какие ножи, ну? Будет выход под позиции короба или нет? Пока что непонятно. А зоны вообще просто засели. Просто никто никуда не выходит. Модро отыгрывает под коробом. Короб, короб! Проспали. Проспали. Под коробом просто засланный на казачок досиделся. Но и ситуация у нас уже 2 в 4. Да, парни, конечно, фуловые. Но, тем не менее, очень сложно сейчас будет отыгрывать против четверых оппонентов. Особенно, когда поставят фугас. Засмочили, опять же, полностью все, что можно и все, что нельзя. А сейчас под позициями Апплэнта Райден пытаются отстрелить, но пока что ничего не удается. Вчетвером играет Озоны. Ну, и я так понимаю, у меня немного трансляции, задержка играет. Я слышу сейчас тайцев, которые кричат справа от меня. И они вот именно поэтому кричат. И насколько я понимаю. То, что происходит на карте, конечно, это не совсем приятные новости для команды АО и КЗ. Но 2-1 счет на табло сгорается. Но и в соответствии сейчас парни должны понимать, что позиции Апплэнта Райд действительно у них слабые. Но это будет выход на Б-сайт. Это будет выход на Б-сайт по ходу дела. И первый раз вообще заходят на позиции БК. Пытаются вести здесь какую-то перестрелку. Но видно то, что он шумит специально. Видно то, что специально ведет перестрелку. Просто стреляет в никуда. То есть, я думаю, бойцы команды АО и КЗ должны прекрасно понимать, что сейчас не нужно стягивать всех своих игроков именно под позиции Б-сайта. Но посмотрим, что же будет. Я думаю, на раскачку они не должны купиться. Там Фридос занимает более агрессивную позицию. Интересно было бы за ним сейчас... А, нет, все, Фридос возвращается. Фрид вернулся. Ну и, в соответствии, сейчас все будет зависеть от того, как же парни грамотно смогут принять вообще позиции своего оппонента. Куда же пойдут у нас бойцы команды Озон. Что они нам покажут. Есть игра у нас под позициями Шорта, но здесь Лапа. Лапа с СК-2010. Серьезно, дайте ему обратно АУК. ОАшки, не делайте глупостей, плиз. Но посмотрим. Хаешки залетают сейчас на Лонг. Ой, на Лонг, на Шорт. Эта Хаешка не настигает своего адресата. Есть информация, что это все-таки Шорт. Выход от Фрида, моментальный размен. 4 в 4 ситуация. Модро. Модро Рыдовый. Его можно убирать, в принципе, вообще без каких-либо проблем. Но здесь Хаешка под лапу также заходит. 11% здоровья у него остается. Но ситуация 4 в 4 по-прежнему. На Лонге засланный казачок. Вы посмотрите, как они умеют сидеть. Как они умеют обманывать просто. Они делают вид, что они все именно под этой позицией. Но нет, это не так. Совершенно не так. Здесь парни потихоньку да помаленьку все-таки перестают вестись на всякие провокации. Перестают выходить на более открытые перестрелки. Но, тем не менее, этого недостаточно. Модру надо убирать. Но лапа также поймал по себе демеджи. Заход под позицию аплэнта имеется. Вейзик. Сотка на холсбаре. Есть информация о проходе. Падает инфа, что это все-таки аплэнт. Заход есть прямо в короб. Хаешка полетела. Но эта хаешка не настигает своего адресата. Смотрим, что будет далее. Вейзик. Сотка на холсбаре. Но там будет заход еще в спину. Есть минус. Есть минус. Вейзик. Отлично. Отлично. Есть размен. Но лапа и Зишка. И Вейзик. Все рыдовые. Все рыдовые. И просто неизвестно, что будет у нас в дальнейшем. Как они будут вообще себя чувствовать. Но пока что совершенно неприятные новости для команды АОЭкзе. Падает лапа, падает Зишка. Ну и Вейзика отправляет следом отдыхать. Счет на табло загорается 3-1. Бойцы команды Озона отыгрывают довольно агрессивно на деловом центре. Очень хорошо играют в атаке. Безусловно. Бойцы команды АОЭкзе на данный момент вообще никак не могут им противостоять. Но сейчас Фрид принимает решение выйти на аркаду. Но будем надеяться, что все-таки его не услышат на данный момент здесь. Хаешки по лесу. Пошло прифайрить. Отлично. Опен фраг имеется. Также минус от Трайдена. Ну что же ты делаешь, Фридос? Ну ладно, Максим. Максим покарал. Максим наказал просто. Не простил своих оппонентов. Есть информация по шарту. Модро пытается выйти все-таки под эту позицию. Соткан у него на хаус-баре. Ну и в соответствии будут уходить. Отсюда бойцы команды Озон. Но тем не менее АОЭкзе давить не будут дальше. Они прекрасно понимают, что даже эти двое игроков могут устроить полнейший хаос в их обороне на данный момент. Ну и в соответствии стараются отыгрывать как можно сейвовее. Есть информация все-таки по позициям шарта. Возвращаются именно на эту позицию бойцы команды Озон. Но очень агрессивно вытягивают прямо на перестрелку. Ну иди сюда. Иди. Пытаются прям достать из всех закоулков, где играют наши парни. Но пока что у них это не получается. Вейзик отыгрывает под позициями дома. Райден находит минус по агрессиву. Молодцом. И Модра остался один. Модра один против четверых. Смотрим за нашими парнями, что они нам покажут. Но вообще посмотреть бы сейчас на Модру. Что он вообще будет делать. Куда он будет заходить. Пока непонятно. Ну мы видим у вас со стенки то, что будет заходить под позиции Аплента. Но тем не менее. Пропустил. Зишка пропустил. Заход в Аплент все-таки имелся. И там уже выход на пятерку от Модры. Смотрим, что будет в дальнейшем. 31% здоровья. Ну и в соответствии наши парни. Я слышу, как ликуют. Что будет в дальнейшем, я не знаю пока что. Но будем надеяться. Будем надеяться на наших парней. Модра. Модра, да что ж ты такой живучий-то? Уберите этого парня с пятака. Да, все-таки есть минус. И это второй раунд в активе команды АОХЗ. 3-2. Счет на табло. Смотрим, что покажут нам парни в дальнейшем. Очень потно. Очень потно, но первую половину брать надо. Просто обязанную. Но и здесь опять идет Аркада под позиции БК. Не знаю, насколько это правильно сейчас со стороны команды АОХЗ. Но я думаю, парням виднее. Есть выход сейчас на позиции Стрита. Здесь Эдвин Стар пытается нашуметь. Но тем не менее перестрелки в ответ не слышит. Вообще нет абсолютно никакой информации. Чекается Хоров на данный момент со стороны команды АОХЗ. Но и в соответствии сейчас просто не должны запускать. А здесь Вейзик один. Почему Вейзик один? Под позициями АПЛЕНТА. Алло. Где Хелпа? От Кит Хае на пятерку. Просто все засмочили. Закидали гранатами. Но и в соответствии уже проход в ПЛЕНТ имеется. Вейзик соточка на Хелсбаре. По-прежнему под пятаком. Хелеса живет. Хелпа должна быть от команды АОХЗ. Смотрим, что парни покажут нам в дальнейшем. От Кит Хае есть у нас в этой подпозиции АПЛЕНТА. Фугас уже установлен. Но и надо играть на выбивание. 5-5. Есть информация по центральному кафе. Фридос, красавчик. Просто молодцом. Что ты делаешь, Фрид? Но пока что непонятно, как они сейчас вообще себя будут чувствовать. Есть минус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ты делаешь? 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. 4-2 на табло. Преимущество соперника. Стражает. Но с такой доминацией на первой половине, мне кажется, немного подпросили у нас ребята. Но я очень не хочу в это верить сейчас. Но главное, чтобы не было пятого раунда. Парни, тащите. Да 4-4 хотя бы первой половины обязаны. Вообще без вопросов. Есть информация по БК. Сотни на холл спаре. Кто кого. Но все-таки стягиваются. Стягиваются с БК у нас тайцы. Понимаю, что сейчас стреляться им вообще не в руки. Фрид. Фрид закрывается под коробом. Ну как закрывается, можно сказать, в открытую. Все равно здесь играет на сейв. Но тем не менее. Пока что не удается вообще что-то сделать в первой половине. Но будем смотреть. Вейзик закрывает выход на апплейнт. Но здесь хаешки. Здесь хаешки со всех сторон просто полетели. И я опять слышу крик тайцев. И я понимаю то, что моя трансляция сейчас просто опаздывает. И там парни потеряли. Фиаско. Лапа остался в соло. Один против четверых. Фугас установлен. Но и здесь под парочем его будут закрывать. Соответственно он там потеряет скорее всего весь свой основной холлсбар. Но пока что непонятно. Да, все-таки есть минус. 36% здоровья выходит на открытую перестрелку. Снимает еще одну голову. Отлично. Но тем не менее. Этого недостаточно. Надо убрать еще двоих своих оппонентов. 9% здоровья у этого парня. Откид хае. Но откидочка хорошая. Она здесь в уборе. Бачка! Что ты делаешь, лапа? Давай еще одну. Давай еще одну. Давай! 5-2. Не че. Все хорошо. Все хорошо. Вообще без каких-либо проблем. Дорогие друзья. Без расстройств. Сказал я с таким голосом. Сейчас наши парни переходят в атаку. Я, конечно, понимаю то, что это мало чем может убежать. Ничего там того, что против них выступают тайцы. Но мы верим. Мы верим в наших парней. В нашу команду. В топов. Номер 1. Ауэкзэ. Русская федерация. Они смогут. Они смогут. Они были. Вот поверьте мне. Вот мы. Смогут. Мальчик смогут. Ну что ж. Тайцы. Готовятся. Готовятся потихоньку. Закупаются. Одевают. Ох, какое у меня плохое предчувствие сейчас. То, что будет тьма сишек. Все лажки просто. Ну, я надеюсь, что все-таки наши парни справятся. Так, ну что. Смотрим. Смотрим, что будет далее. Да, все-таки здесь Эдвин Стар заложил С5 под позициями Аплента. Ну и в соответствии пока что ничего хорошего, мне кажется, здесь не будет. Но Эдвин Стар играет очень агрессивно сразу же на стрите, и стрит полностью пустой. Вообще никакой информации нет. У Модро С5 принимает зишку. Есть минус. Падает информация сейчас по позициям Ланга и по позициям Шарда. Но здесь Модро играет очень агрессивно. И пока что потеряли абсолютно весь шорт. Боицы команды АОХТ проходят через Ланг. Есть минус все-таки на Девила. Точнее, от Девила. Райден и Вейзик остаются вдвоем против пятерых. Падает информация на Ланг. Модро увольняет своего соперника. Триплкил в его исполнении. Ну и здесь залетает пачка еще на Райдена. Есть минус. Но и в соответствии сейчас это шестой раунд. Отправляется в актив команды АЗОН. 6-2. Счет на табло. И будем смотреть за продолжением, как наши парни отыграют. Пока что не все потеряно. Они могут сделать лучшее. Парни действительно достойны. И они сейчас сделают это. Просто не надо, мне кажется, нервничать немного. Они уже действительно перешли на нервы. Такие фрошивы просто откровенные. Они вызывают своего оппонента на открытый бой, на открытую перестрелку. Но посмотрим, что же будет в дальнейшем. Пока что Райден. Сотка на холсбаре пытается вывести на перестрелку под центральным кафе. Но пока что этого не получается. Сотка. Сотка на холсбаре у Райдена. Но там в упоре находится у нас Модро со своими уашками. Прострели дверь. Пожалуйста, пожалуйста. Сделай этот дно. Здесь Артихае. Но Модро не справляется. И пока что теряет весь свой холсбар. Отлично. Отыгровочка от Райдена. Ситуация 3 в 4. Заход за спином. Есть информация. Но там из позиции Аплентани отпустили. Ситуация 4 в 2. Лапа и Райден остаются вдвоем против четверых своих оппонентов. И здесь Дэвил оформляет дабл келл. Седьмой раунд в активе команды Озон. Ну и в соответствии. Сейчас, я думаю, будет какой-то фаст под позицией Б-сайта со стороны команды АО и Экзе. Парни просто должны врываться. Никого не ждать. Просто рвать. Выход есть под позиции БК. От Лапы есть Олбентрак. От Дэвила размен моментальный. Лапа 49% здоровья. Идет перестрелка. Фрид и Вейзик. Моментальный минус А. Ситуация 3 в 2. Преимущество для команды АО и Экзе. Агрессив будет вести перетяжку сейчас на позиции Короба. Но и в соответствии. Далее пойдут через центральное кафе. Пока что неизвестно, что будет. Азишки есть. Еще один минус. Агрессив. Агрессив ведет перестрелку по центральным кафе. Пока что неизвестно, что он покажет. Этот парень уже неоднократно доказал свой АИМ. Но посмотрим. Посмотрим. Уходит на позиции БК. Все-таки и по нему падает информация. Должны его закрывать. 1 ХП. 1 ХП у Эзика. Ну куда же ты, дружище? Есть минус. Но тем не менее по агрессиву. Так что заходит дамаг. И его отправляют в небытие. Это четвертый раунд. В активе команды АО и Экзе. Счет на табло становится. Ой, третий. Третий. Прошу прощения. 7-3. Счет на табло становится. И смотрим за развитием событий. Что парни нам покажут. Дэвил сотка на холлсбаре. Отгибает под парочем. Но здесь опять врыв от позиции БСА. Это как мы с вами можем наблюдать. Фридос занимает спокойно центральное кафе. Трое игроков выходит под позиции Ланга. Ну и один будет закрывающий. Это Лапа попытается... А нет, прошу прощения. Это Зишка. Попытается прикрыть своего тиммейта. Но пока что разводит. Я не знаю, что хотят сделать сейчас бойцы команды АО и Экзе. Но пока что заход под БСА продолжается. Выход сейчас должен быть на шорт. Но по шорту падает инфа. Здесь Фрид отыграет. Вошла перед трех. А Фридос увольняет своего соперника. Отлично. Ситуация 5-2. Бейзик также принимает своего оппонента. Но здесь за спину, за спину заходит Эдвин Стар. Минусует Зишку. Ситуация 2-4. На агрессив и Эдвин Стар. Просто сейчас попытается зайти через центральное кафе. Но получится это или нет пока что непонятно. Нет. Фрид отправляет своего оппонента отдыхать. И агрессив остался в соло. Один против четырех. Есть. Есть перестрелка под БК. Но не отпускает. Не отпускает агрессива отсюда. Что за пачка? Никаких аркад. Есть минус. Есть минус. И это все-таки четвертый раунд в активе команды АО и Экзе. 7-4. 7-4 счет на табло. Но и почувствовали. Почувствовали сейчас своего оппонента. Бойцы команды АО и Экзе. В соответствии нашли нужную стезю в атаке. Минируется у нас Аплент. И насколько я понимаю здесь будет просто закрытое со стороны команды Азон. Но тем не менее если они просто сложили Сишки и сейчас не будут никуда стягиваться. То мне кажется могут возникнуть какие-то проблемы. Но посмотрим. Ладно. Фридос находится сейчас по центральным кафе. Играется точно такой же раунд со стороны команды АО и Экзе. Трое находится на ланге. От Китхая. От Дэвил. А Лапа пытается пройти сейчас через позиции Ланга. Но Райден находится с Хаешкой своего оппонента. Падает информация по Пуфарычу. Пошла перед треком. Лапа. 70% здоровья. Есть минус. Дэвил моментальный размен. Фридос врывается. Забирает своего оппонента. Но Дэвил. Дэвил хилится и живет под позициями плента. Просто разбирает и лонг, и шорт одновременно. Подтягивается на холпус. Здесь агрессив. Мне кажется, сейчас самое время ретироваться команде АО и Экзе под позиции оппонента. Сделать какую-то разводку. Но пока что засмочили. Откинули гранаты. И все-таки принимают решение в дальнейшем проходить под позиции бомбсайта. Но здесь агрессив тоже уходит за спину. Уходит по центральное кафе. У него есть информация, что как минимум один игрок сейчас находится на шорте. Но пошли пушить. Пошли пушить. Зишка ловит по себе дэмэджа за спиной. За спиной Зишка. Находится оппонент. Но Зишка. Зишка уходит. Просто красавец. Не потеряв практически хп. Ну и здесь Райден ставит минус на Дэвила. И агрессив сотня. Агрессив сотня. Один против троих. Есть минус. Есть минус. 7-5 счет на табло. Смотрим. Опять. Опять б-сайт. Опять б-сайт. Но здесь заминировали выход уже с центрального кафе. Боится команда Озон. Выход под позиции Ланга будет. Но там уже четверо игроков будет находиться у команды Ауэкзе. И один игрок под позициями шорта. А нет. Опять же идет перетяжка под центральное кафе. Дэвил закрывается сейчас под позициями второй линии. От Гитхае на Ланг. Прекрасно понимает, что Ланг в упоре принимает это себе дороже. Ну и в соответствии встает на шорт. Будет принимать именно с этой позиции. Но пока что непонятно, как парни пойдут. Смоук лежит. Но тем не менее передвижения абсолютно никакого не имеется. Скорее всего здесь есть такое то, что один свет накладывается на другой. И просто видна модель, которую через этот смоук не пройдешь. Но Лапа возвращается обратно к своим тиммейтам. Пытается раскачать как-то своих оппонентов. У нас бойцы команды Ауэкзе. Лапа остался один под позициями Ланга. Озон. Пока что Озона сидят. Вообще никуда не выходят. Ни на какие перестрелки. Но тем не менее, я думаю сейчас. Наверное секунд через 10. Там 5-10 секунд. Должна пойти атака со стороны команды Ауэкзе. Все-таки они очень долго уже находятся в сэве. Они вообще никуда не выходят. Не пытаются вести перестрелку Лапа. По-прежнему под позициями Ланга. Здесь Фрид уже выходит на центральное кафе. А здесь Модро. Модро отправляется отдыхать. Отлично. Отлично. Дэвил остается один под позициями. Бессайта есть. У него информация по Вейзику, которая отыгрывает под позициями Ланга на данный момент. Дэвил 82% здоровья. Есть информация по Лангу. Пытается вести перестрелку. Прошла уже перетяжка. Здесь под позиции Бессайта. Ну и здесь ротация под Аплэнт. Но Эдвин Стар чекает короб и находит там Фридоса. Находит размен. Это совершенно неприятные новости сейчас для команды Ауэкз. Агрессив закрывает за собой позиции Аплэнта. Сотня у него на холлсбаре. Как он будет действовать пока что непонятно. Есть минус на Эдвин Стара. Вейдик. Это было больно, Лапа. Лапа просто красавец. Даблкил в самоках и все-таки заходит под позиции Аплэнта. Тэвил 82% здоровья. Отыгрывает сейчас через позиции Пятерки. Ну что ж, кто куда? Кто зайдет правильно? Перекрестным огнем. Лапа, не трать патроны. Есть минус от Тэвила. Тишка 1 на 1. Зи. Есть минус от Тэвила. Это восьмой раунд. В активе команды Аздо. 1-1 по картам. Отправляем счет. Переходим к минусам. И самое обидное. Это то, что наши ребята начнут мин ватагинг. Так, ну что. Дожидаемся готовности от команд. All good. Все хорошо. Не знаю, как хорошо. Посмотрим. Я имел ввиду, наша карта. Это пик. То, что это пик. Наши пикали эту карту. То есть они ее выбирали. А я это имел ввиду. А не то, что мы ее заберем на изи. Апуря в кустыне. Первая карта была. Нет, это не игра. Это не финал, ребята. Решающая карта. Решающая карта. Решающая карта металл нашей в атаке. Решающая карта. Решающая карта. Нет, это не все проиграл Сократите хайп Хватит оскорблять парней Но серьезно Парни прошли весь Отборочный чем Они сейчас на мировом Они отыграли первую группу На ура просто вышли с первого места Деловой центр Это их домашняя карта Именно этим они руководствовались Когда ее выбирали Они хорошо играли ДЦ Но здесь Таиланд Ты с Таиландом никак не сможешь выйти на праг Ты никогда его не изучишь на 100% Тайцы всегда были сильным соперником Причем здесь то, что наши парни Выиграли, выбрали ДЦ Или не выбрали ДЦ Не надо их оскорблять, ребят, пожалуйста Это все равно с какой-то стороны Некрасиво Ну что Есть готовность Команда АОХЗ против команды The Nation О, The Nation, да Все Защит Зены вернуться Вангую Ладно Озоны Против команды АОХЗ Смотрим АОХЗ в атаке Прекрасно понимают То, что сейчас в агрессию выходить не нужно Ну и в соответствии Сейчас будут играть как-то больше на сейв Но и со стороны команды Озон Я думаю, какой-то агрессии мы с вами не увидим Они будут играть в закрытую Заложили уже С5 Здесь Валлы Вход пошли В упоре Сразу же присаживаются парни В соответствии Пока что бойцы команды Озон Занимают довольно выгодные позиции для себя Будем смотреть за продолжением Но пока что команда АОХЗ Не выходит на более открытые перестрелки Есть информация по центральному кафе По четверке И по двойке Эдвин Старт Перетягивается сейчас В ход позиции центрального кафе От Кит Хае на четверку И посмотрим Куда же все-таки пойдут Засмочили Опять же центральное кафе Что будет в дальнейшем Пока что неизвестно Но тем не менее Есть информация То что это Тиспаун Идет перестрелка Против команды АОХЗ Под этой позицией Озоны лезут на рожон Они просто летят уже Даже под позиции Ланга Но здесь выходит у нас Фрид Все-таки на позиции длины И сейчас Агрессив встретился с ним В перестрелке Поймал по себе демоджи 54% здоровья у него остается Лапа, Фрид, Райден, Зишка и Вейзик Пока что все фуловые Забросили уже демоджи По троим своим оппонентам Но этого демоджа недостаточно Нужно отправлять их всех в таверну И посмотрим Получится у них это или нет Будем смотреть за дальнейшим Развитием событий Как парни будут себя чувствовать Эдвин Стар Сотни на Холсбаре Есть минус У нас все-таки Ой-ой-ой-ой-ой Хороши Зишка, Вейзик и Лапа Просто отправили всех своих соперников Отдыхать Ну что ж Заход под позиции Аплэнта имеется Возвращаются в этом раунде Бойцы команды АОХЗ Азона Эдвин Стар Попытается выйти через центральное кафе Сотни на Холсбаре В руках УА-93 парные Лапа в упоре Уже будет принимать выход Через КТ-спам Там Модро играет Но посмотрим Что из этого получится Пока что непонятно Непонятно Как парни будут действовать Да и вообще Что покажут при заходе Азоны Но здесь Выход на Лапу И На Уэзика Есть минус И есть первый раунд В активе команды АОХЗ 1-0 1-0 Счет на табло Ну что ж Смотрим Смотрим далее Пока что 1-0 За командой АОХЗ И сейчас Опять же Бойцы команды Азон Отыгрывают Очень агрессивно Они занимают Уже позиции Ланга Здесь Подарка идет Переслег Вот это Пачка была Вот это было просто Было обидно Мне кажется Вэзику вообще За такое Я думал Он этого не ожидал Но здесь От Фридоса Есть минус Фрид Снайперский девайс Здравствуй Старый Фридосик Ну что ж Засмочили центральное кафе Я думаю В ЦК Теперь точно Никто не сунется Они будут понимать То что Фрид Будет отыгрывать Именно под этой позицией Но здесь Перекрестный огонь Дуалы стоят Просто везде Под каждой позицией Я просто Вообще не знаю Как они играют С этими пушками Но будем смотреть Сейчас В центральное кафе Я думаю Бойцы команды АОЭкзе Точно не полезут А вот попытается найти Минус под позициями Аплэнта Это скорее всего Это прям возможно Засмочили центральное кафе Прекрасно Фрид понимает То что там есть Как минимум Один оппонент Ну и в соответствии У него саппорты Находятся под тиспауном Фрид пытается найти Еще один минус Мне кажется Как только Фрид найдет Еще один минус После этого пойдет атака Со стороны команды АОЭкзе Но пока что неизвестно Есть минус на Дэвила У нас так же Но Посмотрим Что далее Фрид 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 Сейчас кто-то выйдет К нему на перекрестие Да Есть перекрестие Есть Краешечка Отлично Есть минус Со стороны команды АОЭкзе Но атака пока что не торопится Парни сидят До последнего Перетяжка на позиции Б-сайта Но Здесь С5 Здесь С5 От Модры Но заход все-таки имеется Под позиции Б-сайта Я думаю Будут закрывать Со всех сторон Засмочили подход Сто винтов Но Лапа Лапа Хорош Молодцы Вместе с Фридом Все-таки врываются Под позиции Б-сайта Есть минус Ой-ой-ой-ой Райден Включился Это как? Максим Молодцом 2-0 Счет на табло Загорается Для команды АОЭкзе Откид Хаэна Лонг Абсолютно по той же страте Играют команды АОЭкзе Никуда не вылазят Видно то, что нервничают Сейчас Озоны Очень нервничают Постоянно Постоянно Перепирают С пистолетом Зачем-то играют Не знаю Либо у них Настолько уверенность В себе На данный момент Что они просто Даже с пистолетами Вот пытаются Где-то цеплять Либо они Настолько обожают РБ Просто С этим снайперским Прицелом Ну ладно Это не суть Вейзик Я думаю Уже прекрасно Понял Уже научен Предыдущим раундом То, что вылазить Вообще Под позиции Пикселя в арке Это нехорошо Фрид Фрид Есть пачка На Девила Отлично Фаззумами просто Фридос отправляет Своего оппонента Отдыхать Но и сейчас Обойти команд АУХЗ в большинстве Но опять же Атака не идет Атака не идет У них есть еще Таймер Как минимум Минута на то Чтобы найти еще Хотя бы один минус И после этого Атаковать Чек центрального кафе Но по ЦК Мне кажется Уже никто не выйдет Идет у нас Перестрелка Под позициями Б-сайта Там ребята Пытаются что-то Сделать На семерке Но нам пока что Не хотят показывать А нет Все Возвращаются Все с семеркой Перестрелка У нас закончена Ну и в соответствии Сейчас бойцы команды АУХЗ Скорее всего Выбирают вектором атаки Именно позиции Аплэнта Сотни на холсбаре Будем смотреть Что покажут дальше Но пока что Играют как-то Медленно Медленно Но хаешек Да сколько Это все-таки Аплэнт Это Аплэнт Никуда не денешься Есть информация То что это центральное кафе И пошла перетяжка Но парни уже слишком Глубоко под лонгом Находится Заход Возки Возки в упоре Парни Ай-яй-яй-яй-яй Фрид Фрид остался один На лонг идет атака Ну и это минус Все-таки Первый раунд В активе команды АОЭКЗ Точнее Озон Прошу прощения Ребята говорилось Первый раунд В активе команды Озон 2-1 Счет на табло Бойцы команды АОЭКЗ Взяли два раунда В атаке Но этого Совершенно недостаточно Надо забирать Первую половину В любом случае Откид хае Под позиции Винки Бесайта Сразу же засмочили Весь обзор Фридосу тоже не дают Посмотреть Центральный кафе Также кладется Смок Довольно грамотная Оборона со стороны Команды Озон Нельзя это отрицать Но сейчас Лапа Попытается Мне кажется Как-то разрушить Вообще выход На позиции Б плента Но там сишки Там сишки 100% Ага Здесь уже начинают Разминировать Да, все С5 взлетает на воздух Позиции Бесайта Пока что разминированы Но если там Не припасена Еще одна С5 У кого-то Из игроков Обороны Посмотрим Лапа Нашивает сейчас Семерку В центральном кафе Ведет перестрел У нас Фрид Его постоянно Дергают Постоянно Пытаются вывести На выстрел Но он понимает То, что с двойкой Сейчас перестреливаться Совершенно ни к чему Будем смотреть Что будет далее А зона Перетягивается Под позиции Бесайта От Фридоса Есть минус На Дэвила Отличный Отличный Опен фраг Фрид просто Включается Божественно Со своей кимпой Но главное Чтобы его команда Тоже поддерживала Я не вижу пока что Сишку Весика И лапу Где парни Где вы Вы очень нужны Сейчас Своему тиммейту Хаешками Закидали На позиции БТР Есть информация То, что будут Атаковать Сейчас как-то Позиции Центрального кафе Зишка Фрид Сотка на холл Барри Если сейчас будет Как промахнулся Как промахнулся Фридос Это было обидно Ситуация 4 в 3 Есть размен Под позициями Б плента Есть минус Отлично Вейзик 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 Хорошо Набрил своего оппонента Ситуация 3 в 2 Есть информация О выходе на позиции Б сайта Эдвин Старт Сидит у нас сейчас Под позициями широкой Есть информация А там за спину За спину идет Агрессив Опять спину Не чекнули Пацаны А нет Все-таки подходит У нас сюда на холл Вейзик Все, падает информация И здесь есть наш Третий раунд В активе команды АОХЗ 3-1 Счет на табло Загорается Мы в соответствии Прогружаемся В следующий раунд Бойцы команды АЗОН Я думаю Сейчас этот раунд Просто так не отпустят Мне кажется Сейчас будет еще больше ОАшек Больше С5 И так далее Но с другой стороны Здесь как-то ограничили Немного себя АЗОНы На перестрелку Дальней дистанции Все-таки с дуалов Особо не подстреляешься Ну а ХАешек Не откинешь Потому что в руках Одни С5 Ну ладно Смотрим Вейзик закрывается Сейчас вот позиция Арки Но там прошла Аркада Уже И мне кажется Это будет совершенно Неприятная новость Для команды АОХЗ Если они вообще Выйдут сейчас Под позиции Арки Есть откин ХАЕ Фрид по-прежнему О! Модра! Эть! Красавчик! Сам себя взрывает С5 Ну что ж Смотрим за дальнейшим Развитием событий Фрид поймает ли кого-то В центральном кафе Или нет Пока что остается Под вопросом Но тем не менее Я думаю В решающий момент Под позиции Бесайта Он выйдет И будет распрыгивать В спину Ай-яй-яй-яй-яй Все есть информация По позициям Ланган Дабл-кил Трипл-кил Лапа Лапа находит минус Хорошо Константин Ситуация у нас 2 в 3 На данный момент Но Фридос пытается Пытается еще поймать Кого-то в ЦК Но здесь сбоку Сбоку сразу же В углу сидят Да еще и перекрестный огонь Ой Фридос Не выходил бы ты Не надо Фрид Лапа 1 Лапа 1 Сейчас остается Давайте За ним Посмотрим Лапа Лапа уходит на Б-сайт На данный момент Если я все правильно По текстурке Вижу его Но я думаю Эта зона Прекрасно сейчас Понимает Ах ты Ах ты Лапа Ах ты Лапа Вообще Никакой инфы Ну переключите На лапу Пожалуйста Ну что ж Лапу не найти Лапу не найти В окне В окне Можно Может просто Парням отдохнуть Ну что ж Дорогие друзья Мы с вами Возвращаемся В игру И будем смотреть Как же сейчас Бойцы команды АОЭкзе Будут отыгрывать Против команды из Таиланда. Давайте добавим немного звука. Ну и в соответствии будем уже наблюдать. Пока что, в принципе, по тактике у команды AOXE ничего не меняется. Двое занимают позиции семерки. Далее есть выход уже под позиции центрального кафе. Засмочили полностью эту позицию. Не вижу, к сожалению, Фритоса с его снайперским девайсом. Вообще, как он будет делать, куда будет передвигаться. Ну ладно. Здесь от Модро есть сейв позиции. А, Б, Линта. Но он там один почему-то, не знаю. А, вот Дэвил. Дэвил все-таки подтягивается на позиции Зонтов. Будем смотреть. Ага, вот он Фрит. Он у нас на семерочке отыгрывает Фридос под позициями Б-сайта. Ну и в соответствии на хелпе у него находится также штурмовик от КитХЕ на 7 от Модро. Модро пока что особо не торопится атаковать своих оппонентов. Да, в принципе, ему это и не надо. Он сидит спокойно под своими позициями. Фрит опенфраг. Хорошо. Есть минус на Эдвин Стар. Посмотрим, что будет в дальнейшем Модро. Пока что Суашками сидит в упоре, но дуалы здесь могут наломать дыров. Фрит поймал по себе довольно большое количество дамага. Так что здесь пока что ему играть неприятно. Но, в принципе, он со снайперским девайсом. Он в любом случае будет отправлять ваншот. Чекает центральное кафе на данный момент. Райден его на подхвате. Но главное, чтобы не вышли через позиции арки. Перетяжка на Б-сайт у нас имеется. Все-таки думает у нас бойцы команды Озон, что это будет именно Б-плейн. Трое игроков уже находятся под этой позицией. И сейчас самое время перетягиваться на позиции Аплэнта. Хаешки. Хаешки полетели. Просто тьма. Гранат. Ну и посмотрим, помогут ли эти гранаты. Есть адкид Хае также на заход вина. Зишка. Зишка врывается с лажками. Но здесь в упоре Модро находится. Бульдер и размен. Да. Лапа находится в моментальный размен. Падает информация, что это широкая. Есть минус от Лапы. Лапа дабл килл. Отлично. Райден сейчас просто не простил при заходе на позиции Б-сайта. Есть минус. Агрессив остается один. Один против троих. Главное не влазить. Райден и Фрид. Парни рыдовые. Вейзик у нас находится в фуле. Походу дело есть. Информация все-таки по агрессиву. Хаешку заходит. Вы посмотрите на Фрида. Вы просто посмотрите на этого бешеного парня. Просто разозлился. Закинул гранату. По зумам. Не ваншотнул. И еще с питона добил. Молодцом. Четвертый раунд в активе команды АОЭКЗ. 4-2. Счет на табло. Ну и в соответствии сейчас я думаю бойцы команды АОЭКЗ должны почувствовать кровь своего соперника уже. И как правило после этого не отпускать. Но будем смотреть. Лапа находится сейчас под семеркой. Аркада. Аркада на локу. Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Как ты был близок сейчас к фиаско, братан. Ну ладно. Был очень агрессивный выпад сейчас на позиции Арки. Но тем не менее его спасает Вэйзи. Грамотный сейф тиммейт. Что может еще быть дороже. Зишка пытается разминировать выход на позиции Б-сайта. Модра опять же остается один. Его покидает тиммейт. Дэвил остается один под позициями центрального кафе. Отыгрывает под зонтами. Ну и скорее всего должны делать уже выход на позиции АПЛЕНТА. Но пока что бойцы команды АОЭКЗ особо не торопятся принимать решение. Выбирать вектор атаки. Здесь агрессив пиксели. Находится под позициями Вина АПЛЕНТА. Но и в соответствии выход на арку может привести к смерти как минимум двух игроков. Но посмотрим. Дэвил сотня на холлсбаре по-прежнему чекает центральное кафе. В руках АОЭКЗа 93 парные. И команда АОЭКЗ пока что не может выбрать все-таки куда же они направятся. Куда МЭТ от Райдена? От Кит ХАЕ? Сотня по-прежнему на холлсбаре. И это будет АПЛЕНТ. ЭТАПЛЕНТ падает информация для команды АЗОН. И в соответствии есть минус. Агрессив играет на сэпе. Я же говорил, что выход на лон сейчас явно не будет самым лучшим. Глава врывается. Центральное кафе. И здесь просто вряд разложили парней, к сожалению. Ну что ж, это третий раунд в активе команды АЗОН. По-прежнему не отпускает далеко наших парней. Но тем не менее, я думаю, предыдущий раунд о чем-то сказал все-таки команде АОЭКЗ. Сейчас нужно будет действовать немного в другом ключе. То, что такая атака быстрая под позиции плента не заходит. Но сейчас как по мне был очень важный фраг на МОДРО. Просто это парень ломал трава до последнего под позициями Б-сайта. Сколько раз не заходили туда наши парни, он постоянно в упоре мешался со своими ЛА-93. И сейчас его первым делом отправляют отдыхать. Это был очень важный фраг, но тем не менее не решающий. Будем смотреть, что сейчас от ГИХАЕ под четверку заходят на двойку. Но по ходу дела вектор атаки все-таки Б-сайт. Но пока что сидят. Пока сидят, пытаются найти еще какие-то размены. Эдвин Старт с лошками так же закрывается под позициями Вина Б-сайта. ЛА-па в ответ пытается нашить. Но пока что все попытки четные. Зишка подлетает на халпу. Есть информация. Но здесь от Вейзика залетает пачка на агрессиво. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Фридос. Сотня. Сейчас на ланге просто обязан ловить. Да! Стекло. Просто стекло. Немного промазал здесь Фрид. Ну да ладно. А прошу прощения, это был не агрессив. Никнейм немного похоже. У меня сливается. Правый угол. Ну ладно. Здесь аркада все-таки на позиции ланга у нас имеется. Эдвин Стар играет очень агрессивно все-таки в этой точке. Но тем не менее, агрессив Эдвин Стар остается вдвоем против троих своих оппонентов. И фугас уже установлен на позициях Б-сайта. Сотня на каждом из хелсбаров. Кто же у нас окажется победителем, пока что непонятно. Лапа закрывает выход на позициях Широкой. И именно через коннектор пойдут двое игроков команды Озон. Как же они сейчас отыграют, пока что непонятно. Эдвин Стар выходит уже на позиции. Широкой есть информация по одному из своих оппонентов. Пошла перестрелка с витки. Эдвин Стар идет Аркадий. ТЗ-шка не прощает. Есть минус. Это пятый раунд в активе команды ОХЗ. Молодцы. Молодцы, парни. Ай-яй-яй-яй-яй. 5-3. 5-3 первой половины. Это было жестко. Это было тяжело. Это была очень тяжелая половина. Ну что, смена. Смена, дорогие друзья. И держим кулаки за наших парней до последнего. В чат. Просто вперед. Красавцы. Красавцы. Конечно, красавцы. Ребята, вы-то как думали. Молодцы. Молодцы наши парни. Давайте. Россия. Россия. Пятерочки в чат. Вон мне Герман помогает. Германиус. Привет. А, это Оля вон мне пишет. Я думал, Герман со мной на чате. Но Германа со мной на чате нет. Это Оля. От Оли привет. Еще раз. А, Герман вконтакте на чатике. Отлично. Пятерки. Пятерки. Красавцы. Вот таких вот я люблю вас. Вот таких вот я хвалю вас. Сколько пятерочек. Ой, ты посмотри. Какие они хорошие. Какие вы молодцы, ребята. Так, ну что. Бойцы команды Оэкзо готовы к бою. Бойцы команды Озон на данный момент тоже готовы. Но вот что-то у спектра нет. Заходим. Отлично. Есть прогруз, дорогие друзья. Я сейчас закрываю чат Ютуба. Перехожу полностью в игру. Ну и будем смотреть. Окей. Поехали. Так, отлично. Все. Бойцы команды Озон отыгрывают в атаке. И сейчас главное построить грамотную оборону команде Ауэкзо. Откид Хаепа центральной КП. От лапы Хаешечка заходит. Довольно неплохая. Падает Эбринстарт. Падает информация о том, что это атака на позиции Аплэнта. Засмочили полностью эту позицию. Но Райден так сбрасывает инфу, что под семеркой неспокойно на данный момент находится. Агрессив. Попытается еще что-то сделать, но у него крайне маленький хелсбар. Есть минус. Моментальный размен находит Фридос. Отлично. Пока что непонятно, где у нас Модра и Девил. В принципе, эти парни играют решающие роли у команды Озон. Они просто всегда играют открывающих. И опасаюсь я немного агрессиво. Вообще, несмотря на его хелсбар, этот парень постоянно ставит какие-то просто нереальные пачки. Я не знаю, что он творит, какой магией пользуется. Но, тем не менее, пока что ситуация 4 в 3 для команды Ауэкзо. Смотрим, что будет в дальнейшем. Не торопится заходить никуда. Прекрасно понимают то, что сейчас с их нынешним хелсбаром вообще делать нечего. И просто сидят под своими точками. Есть выход на двойку. По двойке у нас работает Фридос. Если что, Фрид должен отправить своего соперника отдыхать. Там у Ашки в уборе, так что все должно быть по плану. Есть выход на позиции семерки. Также, но агрессив принимает решение засевить спину своим тиммейтам. Смотрим, что из этого выйдет. А нет, агрессив все-таки подтягивается. На 7 заход на позиции Б-сайта от Райдена. Есть минус. Моментальный размен. На Денула падает информация. По Б-сайту есть минус от Зишки. Остался один агрессив. 4% здоровья. Есть минус от Фридоса. Шестой раунд в активе команды АО-Экзе. Счет на табло загорается 6-3. Смотрим дальше. Чат. Просто в чат. За АО-Экзе. Любые кричалки, поддержки. Все в чат. Я не вижу, но тем не менее давайте. Ну что ж, смотрим. Смотрим, как отыграют сейчас АОшки в обороне. Фрид опять засмочил выход на центральное КП в руках АОшки. В этот раз никаких снайперских девайсов. Так просто не зайдет. Есть информация о выходе на семерку. Райден сбрасывает инфо своим тиммейтам. Но пока что опять не определяется с атакой бойца команды Озон. Парни сидят до последнего. Но в соответствии наши также играли. Но тем не менее они не могут определиться с бомб-сайтом. Куда же им все-таки атаковать? Последняя атака на б-сайт явно не зашла. И что они будут делать сейчас тоже непонятно. Но прошло уже 40 секунд от начала раунда. И они по-прежнему находятся у себя под респой. На перестрелке не выходят. Только раскид ХАЕ. Но я так понимаю лапу зачекали. Лапу зачекали под позициями Лангайма. Отсюда просто не уйти. Да нет. Но должны закрывать его сейчас. Тут просто три тела находятся сейчас на длине. Мне кажется это будет немного страшно. Ну ладно. Давайте за лапы. Ай-яй-яй. Лапа. Лапа наступил все-таки на гранату. Ну что ж, Фридос сотни на холлсбаре. Отыгрывает по центральным кафе. Есть у него информация на четверку. ХАЕ пошла. Но тем не менее повезло, что эта ХАЕ была дымовая всего лишь. И перетяжка на позиции Б-плэнта. Я так понимаю от команды Озонта. Тем временем бойцы команды АОЭкзе уже укрепили эту позицию. Двое игроков находятся именно здесь. Пошла перестрелка. Нет. Пока что отходит. Пока что отходит. Ой-ой-ой. Фрид это было очень опасно. Такие выпады нельзя делать. Ну посмотрим. Ответ ХАЕ на БТР. Атака под позицию Аблэнта. Фридос есть минус. Райден у него на подхвате. Отлично. Три в три. Есть минус от Райдена. Фрид. Фрид. Райден и Зи остаются вдвоем. Крайний рыдовый Дэвил. Один процент здоровья. Его нельзя отпускать. Просто нельзя. Бойцы команды АОХЗ понимают, что искать сейчас и прожимать своего оппонента просто неправильно. Нужно дождаться каких-то более откровенных действий с его стороны. Дэвил. Должен наткнуться сейчас на Райдена. Они вместе стягиваются на позиции Бессайта. А он заходит в Альфу. Как ему сейчас повезло. Райден возвращается в центральное кафе. Дэвил. Дэвил текал. Слышит, слышит бочку. Рано, рано. Один хп у Дэвила. Один на один против Зишки. Зишка. Олег. А тайм. Тайм-то вышел с Зишком. Вот я не заметил таймер. Зишка молодцом. Зишка просто молодец. Три, два, один. Гудбай. Седьмой раунд в активе команды АОХЗ. Семь-три счет на табло. Ну что ж, смотрим. Смотрим. Сейчас, я думаю, все-таки должны как-то немного изменить свою страту. Боицы команды АОХЗ. Они должны прекрасно понимать, что такая страта уже не зайдет. Помодро залетает. Дэмэш. Заход под позиции Бесайта. Нужна хилпа. Быстро. Быстро под эту позицию. Нужна хилпа. Брит. Уже врывается. Есть минус. Дэвил моментальный размен. Откид хаи. Отлично. Наход своих оппонентов. Ситуация 2-3. Падает информация по узкой. Есть минус. Один на один. Вейзик. Один на один против Эдвин Стара. 51% здоровья. Вейзик. Вейзик пойдет через семерку. Заход на позиции Венки. Какую неприятную позицию занимает Эдвин Стар. Хоть бы прочекал. Вейзик. Не нашел. Не нашел своего оппонента. Он за спиной. Это четвертый раунд в активе команды Озон. Сейчас просто были не готовы наши ребята к такой агрессии. Просто пластом вломиться под позиции Бесайта. Вообще никаких саппортов не находилось под этой точкой. В соответствии просели. Но должны далее добирать. Хаешка залетает под позиции четверки. Пока что все игроки живы. Ни по кому не залетела Теннежа. Фридо закрывает центральное кафе. Все та же страдал. Команда ОХЗ даже рокировок никаких не проводили. Будем смотреть, что покажут в дальнейшем. Пока что команда Озон закрывается у себя под респой. Парни вообще не собираются по ходу дела отсюда выходить. Закинули смоки на центральное кафе. Чекают поджимы с арки. Но тем не менее, никакой аркады сейчас не наблюдается. Команда Озон сидят уже до последнего. Также пытаются поймать какую-то аркаду на семерку. Но на семерке тоже никого абсолютно. Хаешка пойдет сейчас на лонг. Фридс сотни на холлсбаре отыграет под позициями центрального кафе. Ну и в соответствии будем смотреть, что покажут сейчас. Мне кажется, опять будет выход под позиции Б-сайта. Но пока что загадывает рано. Да, четверо игроков находится сейчас под семеркой. Пошла перетяжка от команды АОЭкзе. Парни, не туда. Не туда перетяжка. Именно Б-сайд. Есть минус. Сишку отправляет отдыхать. И все-таки имеется заход у нас под позиции. Б-плейта встречает двоих своих оппонентов. Есть минус. Есть минус. Фрид. Лапа Вэйзик. Вдвоем против одного. Есть минус. Еще один раунд в активе команды АОЭкзе. Ну что? 8-4. 8-4. Счет на табло. Отыгрывается Альфа. Это будет Альфа. Сразу же понимают. Это прекрасно. Бойцы команды АОЭкзе. Выходит АЛОЭкзе. Пошла перетяжка от стекла. Нарейдил неплохо своего оппонента. Куда же пойду дальше? Куда пойдет атака? Пока что непонятно. Но ребята сразу же стягиваются с лангай. Скорее всего это раскачка под позиции Б-плейта. Но тем не менее. ЦК и Б-сайд уже закрыты. Если что, саппорты будут готовы. Будем смотреть, что будет происходить в дальнейшем. Выход. Выход не готовится вообще никуда. Парни просто сидят. Фрид занимает очень агрессивную точку. Фрид в открытую. Прямо сидит в открытую. Зря. Зря высовывается сейчас на агрессиво. Получает пачку. Но посмотрим, что же будет далее. Будет ли это выход под Б-плейт. Если да, то я думаю, здесь Алекса берет просто нереальный урожай со своих лашек. Но посмотрим. Есть минус на Вейзика. Ситуация. Лапа, лапа, лапа. Ловит по себе дамага. Все, пошла атака на позиции Б-сайта. Есть минус. И в соответствии сейчас Райден будет играть на сейве Б-сайта. Но здесь слишком много. Слишком много оппонентов могло уйти под эту позицию. Но почему-то оставляют одного. Райден лепит по нему пачку. Остается один против четверых. Один против четверых. Карл, Макс, ну здесь вся надежда только на тебя. Других вообще разговоров быть не может. Ну что ж, смотрим. Смотрим, что будет в дальнейшем. Райден заходит в центральное кафе. Под позициями двойки. И там уже чекают его с КТ-спавна. Сзади. Сзади Максим. Потерялся немного. Сбревает одного. Еще надо похоронить троих. Хаешка залетает по двойку. И здесь на двойке принимает его Девил. Это пятый раунд в активе команды Озон. 8-5. Сбревает счет на табло. Я думаю, сейчас надо немного не паниковать команде АОЭкзе. Наоборот, продолжить в том же духе, как вот они играли первые три раунда. И сразу же не забрасывать перетяжки. Залетает демош уже на Девил. А 73% здоровья у него остается. Но атака пока что не определилась. Ребята наживают уже позиции апплейта. Но перетяжка сразу же идет от стороны АОЭкзе. Я думаю, здесь ребятам нужно немного повременить все-таки. Но будем смотреть за дальнейшим развитием событий. Очень-очень агрессивно стреляется на ланге. Просто всем видом показывает, что они готовы сейчас выходить под позиции апплейта. Но раскачка здесь может быть просто нереальной. Очень агрессивно играет у нас сейчас под позициями апплейта парни из команды Таиланда. Но здесь Фрид находит минус. Не любит он таких агрессивных парней. 4% здоровья у него остается. Но тем не менее, я думаю, что для него это не должно быть проблемой. В упоре с А93 плюсом, перекрестным огнем, зишкой. Он может устроить здесь целую канонаду по центральным кафе. Но будем смотреть. Пока что ситуация 4 в 5. Бойцы команды Озон в меньшинстве находятся. Есть выход на семерку. Но пока что ждут какой-то аркады со стороны наших ребят. Но этой аркады не будет. Они просто ждут. Ждут до последнего. Откид ХАЕ под четвертую. С МАКИ. Но пока что передвижение за стенкой. За стенкой. Слышит, слышит Фрид прекрасно своего оппонента. Какая граната? Фрид, зачем ты это сделал? Потеряли Фридоса. Но изрядно нарейдили Эдвин Стара. Ситуация 4 в 4. Позиции Б-сайта явно пушатся на данный момент. Не собираются. И скорее всего будет выход на апплейн. Эдвин Стар с одним хп сейчас отыгрывает под позициями центрального кафе. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. Пока что непонятно. Эдвин Стар. Есть минус. Есть минус от Модро. Вейзик. Моментальный размен пошла. Переслегка на агрессиво. Есть минус от Вейзика. Отлично. Надо добирать Дэвила. Надо его добирать. Есть минус. Остался один игрок команды Озон. Это Эдвин Стар. У него 1% здоровья. Он один против троих. Один против троих. Бойцы команды ООХЗ прекрасно понимают, что сейчас явно не надо отыгрывать. Но посмотрим. Посмотрим, что они нам покажут. 40 секунд. Он уже просто не успеет поставить бомбу. Бойцы команды Озон прекрасно это должны понимать. Но тем не менее, ему искать сейчас троих бойцов команды ООХЗ просто не с руки. Сотня. Сотня на холсбаре УЗ-шки. Также у Райда на выход на двойку. Минус. И это финал для команды ООХЗ. Браво. Просто браво. Блюти. Вин. Все. Продолжение следует. Продолжение следует.